привет всем меня зовут олег добро пожаловать на канал записки гастарбайтера сейчас раннее утро я направляюсь в офис к сожалению этой ночью не удалось нормально поспать вообще самое интересное то что последние несколько недель периодически один-два раза в неделю возникает такой день когда вот я тупо ворочаюсь кровати и никак не могу уснуть как с этим бороться я не знаю я пробовал принимать ванну я пробовал пить молоко перед сном горячий чай и прочее но все равно как-то возникла такая небольшая проблема которой нужно справиться иначе эффективность такие дни очень маленькая посмотрите сейчас на меня я весь мокрый это я всего лишь 10 минут прогулялся по улице причем я сам по себе не вспотел это просто я не знаю испарение из воздуха одежда липнет я хочу жутко жутко спать вот сейчас решила задел вот такой яишенку да это мой обед вообще китайском паниях то что мне нравится есть такое понятие как сиеста или я не знаю после обеденный сон то есть за это время тебе дается полтора часа за который ты можешь выспаться за который ты можешь поесть я иногда хожу спортзал хотя по мне не всегда это видно иногда заливает очень сильно но вот то что я сейчас делаю я сейчас завалюсь спать а то сплюсь и пойду в офис с офисе думаю ничего интересного я не смогу снять потому что это обычные будни это работа сидений перед компьютером общение с коллегами различных митинги ну и прочее прочее которые совершенно не интересны которые в нашей жизни встречается повсеместно рабочий день закончился и я сейчас планирую поужинать после этого я поеду встречи с ребятами вы их не знаете но чуть возможно попозже следующих видео я о них расскажу немножко более подробно это очень хорошие люди подобных людей вы не всегда можете встретить в обычной жизни но как-то мне повезло с ним познакомиться начать с ними общаться поэтому это как бы немножечко такое особенное время когда можно поговорить можно расслабиться и вообще свои мысли вернуть как бы правильное русло также мне сегодня пришло вот такая штука называется нато кинадо это штука которая технически должна разжирать кровь и также уменьшать уровень кодестерина в крови так как я сказал гоню очень-очень жарко поэтому я чувствую постоянную сомливость усталость иногда просто бывает тяжело уснуть поэтому было решено дополнить свое меню некоторыми бадами которые помогают вот у меня была такая ситуация что я периодически болела съездил в россию сделал зуб который у меня откололся оказывается это не замечал вполне возможно что инфекция попадал сюда кроме того возвращение я сразу увеличил количество потребляемого протеина до 80 грамм из порошка это довольно таки много почему потому что мясо в Китае не так много и оно по качеству хуже чем в россии в общем прошло два дня с момента вот те экзакции которые вы только что увидели данный препарат который я заказал он кстати довольно таки неплохо работает может быть это просто что называется что называется поцебо но жару переносить стало легче вообще если вы собираетесь приехать в Гуанчжоу то лучше выбирать либо осень либо весну потому что вот летом вот эти три месяца это здесь настоящий ад здесь реально жарко как я не пойму где при этом дикая дикая плагность и ну скажем так очень тяжело находиться на улице приходится бегать от одного кондиционерного помещения до другого при этом особенность китайцев в отличие от тех же ребят которые живут в Гонконге в Малайзии и Таиланде кондиционеры включаются на минимальную мощность я не знаю с чем это связано я думаю это связано либо с китайскими традициями либо связано с экономией электроэнергии потому что когда в Гонконге ты куда-то заходишь заходишь снаружи в любое помещение в любой такой вот центр тебя прям холодом прошибают и поэтому приходится носить с собой либо свитер либо куртку какую-то небольшую чтобы сидеть в офисе так же я скажу есть такая небольшая особенность работы почти во всех китайских е-коммерсах то что работать приходится 6 дней в неделю у нас в Мангуде немножко с этим полегче так как мы работаем одну с собой в субботу через другую то есть мы работаем одну неделю 5 дней другую неделю 6 дней например ребята которые работают в GearBest они работают 7 дней без прерыва и опять же у нас отпуска довольно таки короткие 7 дней в году то есть после 30 дней в России как-то это воспринимается как-то не очень а вот с учетом того что я север и если ты работаешь на север на государственную контору то у тебя вообще 2 месяца ну вот такая вот интересная особенность именно про Китай но я могу сказать то что например те кто работают на Alibaba group в Aliexpress в том же у них график более такой гибкий и они работают 5 дней в неделю что хороший бонус я бы сказал такой и подобный ритм все равно выматывают и опять же нужно еще иметь какую-то общественную жизнь личную жизнь там общение с друзьями общение там еще с кем-то и в итоге получается то что реально график сумасшедший просто ну в общем так вот надеюсь данное видео понравилось тоже простенький разговорный бложечек сегодня я пойду на выставку искусств выставляется моя подруга я надеюсь это будет интересно нет подруга не в плане подруга а в плане друг just a friend в общем где сюда с ощущения снять то я сниму всем спасибо и пока пока